Электричество вошло в наш быт давно. Мы уже вряд ли сможем представить свою жизнь без электроприборов и освещения. Но порой в повседневной жизни, в уютной домашней обстановке мы забываем. Энергия из надежного друга может легко превратиться в смертельного врага, если мы не следуем правилам безопасности. Мы рекомендуем уделить обязательное внимание состоянию ваших бытовых электрических приборов, которые находятся внутри жилого дома. В обязательном порядке осматривать состояние, чтобы не было повреждения изоляции, чтобы не были нарушены корпуса электрических розеток, чтобы не были нарушены штепсельные вилки технически, были в исправном состоянии. Госэнергогазнадзор рекомендует в первую очередь обратить внимание на безопасность жилья. Короткому замыканию способствует механическое повреждение изоляции и ее разрушение под влиянием факторов внешней среды – нагрева. Все электропроводки должны быть заделаны или, если это квартира, как правило, это делается в штробах, скрытым под штукатуркой. Если это частные дома, порой используется способ или на роликах для старых домов, или в современных кабель-каналах ПВХ, или в металлических каких-то трубах. Проверить состояние изоляции не просто можно, но и нужно в аккредитованной лаборатории, которая выполнит необходимые измерения. Их периодичность – один раз в три года. При нарушении использования электрических проводок, при дефектах в монтаже, при использовании неисправного электрооборудования, поврежденных каких-то бытовых электроприборов, порой возникает ситуация, что может привести к каким-то или варийным ситуациям, или возгораниям. Бытовые приборы – сложные электрические аппараты с большой мощностью потребления. Подумайте о том, чтобы заменить всю электропроводку в соответствии с облеменными требованиями на трехпроводную. Не экономьте на собственной безопасности. Содержите электроустановки в исправном состоянии. Это сохранит вам жизнь, предотвратит ущерб имуществу. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.